Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим про DoggyCoin и Ethereum. У DoggyCoin очень много новостей и событий, которые сегодня произошли, которые, как я думаю, тебе нужно знать. Я предполагал, что он будет расти до 8 мая, из-за того, что Илон Маск обещал рассказать о нем в субботу, в очередном выпуске популярного шоу SNL. Но все равно я его не купил. Не позволяет мне моя стратегия инвестиций покупать такие монеты, как DoggyCoin. Да, мне кажется, что от 1 доллара его отделяет еще несколько таких пампов и дампов, но все равно не могу купить. Мы поговорим об этом, а также о некоторых интересных событиях из мира криптовалют сегодня, точнее из мира DoggyCoin и Ethereum. Как обычно, я буду рад каждому, кто поставит лайк, так вы помогаете каналу развиваться, а мне создавать новые крипторолики. Лидерами рынка сегодня, безусловно, являются Ethereum и DoggyCoin. Эфир постоянно обновляет новые исторические пики. Так же, как и Binance Coin сегодня тоже достиг нового исторического хая и установил рыночную капитализацию в размере 100 миллиардов долларов. Таких криптовалют, у которых больше 100 миллиардов долларов капитализации, всего 3. Binance Coin, Эфир и, конечно же, Биткоин. Но даже несмотря на то, что BNB достиг исторической вершины, я все равно думаю, что по сравнению с Эфиром он недооценен. Мне кажется, что если Эфир достигнет 5000 долларов, то Binance Coin должен стоить минимум 1000. А 5000 долларов Эфириум может достичь уже до конца этого месяца. Это выглядит очень и очень правдоподобно. DoggyCoin сейчас почти догнал по рыночной капитализации XRP. И его рыночная капитализация уже больше, чем у той же Хонды, Спотифая, Форда и других компаний. Удивительно, как для шуточной криптовалюты. Нужно понимать, что DoggyCoin имеет инфляционную природу, то есть его предложение будет постоянно расти в будущем. Это очень похоже на Эфир, который с новыми обновлениями станет дефляционным, в отличие от DoggyCoin. Однако, 1 доллар за DoggyCoin в этом булране, как я уже говорил, вполне возможно. Но я ожидаю очень сильное давление продавцов на отметке в 1 доллар или около того. Я бы и сам продал его за 1 доллар, если бы он у меня был. Я думаю, мы увидим еще несколько таких пампов DoggyCoin в этом булране. И думаю, DoggyCoin еще установит новые вершины ближе к субботе 8 мая. Именно тогда будет то самое субботнее вечернее шоу, на которое приглашает Илон Маск, потому что обещает рассказать что-то о DoggyCoin, а себя называет отцом DoggyCoin. Даже интересно, что же он нам там покажет. В зависимости от того, сколько зрителей у него будет и как много из них воспримут происходящее серьезно, DoggyCoin может ожидать новый памп с последующим дампом. Также у DoggyCoin предстоят не только интересные события уже через 4 дня, но и некоторые интересные новости, которые уже произошли. Буквально 12 часов назад и Тора добавили DoggyCoin в свою торговую площадку из-за спроса клиентов, как они объяснили. Теперь около 20 миллионов новых пользователей могут торговать DoggyCoin. Это стало еще одной причиной, почему Doggy сегодня подскочил, став пятой самой крупной криптовалютой в мире. Я понимаю, если бы я его купил, то скорее всего этот актив бы показал самую большую доходность в моем портфеле в этом году. Но я не могу покупать шуточные вещи. Я инвестирую только в проекты, которые по моему мнению серьезные, в которые я верю и в которых вижу серьезный потенциал на изменение мира. Причем в любой сфере, здравоохранения, страховой, финансовой и так далее. К тому же мне кажется, что лично для меня покупать и DoggyCoin уже слишком поздно. Один раз я уже купил его несколько лет назад и успешно потерял кошелек. Но все равно у DoggyCoin очень хорошие новости. Мы наблюдаем продолжение принятия этой криптовалюты в качестве платежного средства. Почему-то спортивные клубы очень-очень любят DoggyCoin. На этот раз профессиональный бейсбольный клуб из Окленда в Калифорнии начинает принимать DoggyCoin в качестве оплаты за их билеты. На их официальном сайте уже можно заполнить специальную форму для покупки билетов за DoggyCoin. Что касается цены билетов, два места продают за 100 монет этой шуточной криптовалюты. Что ж, я не могу спорить с тем, что это хорошие новости для принятия DoggyCoin. Миллиардер Марк Кубан считает, что криптовалютная шутка DoggyCoin может стать законным платежным средством. Кстати, его баскетбольный клуб уже принимает DoggyCoin в качестве оплаты. В Твиттере он также назвал биткоин хорошим средством сбережения наряду с золотом. О DoggyCoin он сделал еще одно небольшое заявление. Мем-монеты, такие как DoggyCoin, работают только в том случае, если получают достаточное применение на практике. И привлекают пользователей своими возможностями. Я не буду утверждать, что DoggyCoin это лучшая инвестиция в мире, но он гораздо лучше лотерейных билетов. Это отличный способ получить знания и начать понимать криптовалюты. Что ж, я соглашусь с тем, что DoggyCoin привлекает к криптовалюте достаточно много внимания. Только не очень хотелось бы, чтобы это внимание вылилось в негативный опыт. Когда люди купят DoggyCoin за 50, 60, 100 центов, а его внезапно прольют до 15 центов. Как пример. Вот такое внимание нам совершенно не нужно. И даже наоборот, вредно. Эфириум достиг 3400 долларов и благодаря этому обошел Банк Америки по рыночной капитализации. Это на самом деле очень большое событие, которое на первый взгляд кажется немыслимым. Каким же большим стало криптопространство и еще больше поражает то, что это еще далеко не предел. По мнению аналитиков, полный переход на эфириум 2.0 станет знаковым событием для всей сети эфира и подстегнет рост этого крупнейшего альткоина. В прошлых видео несколько недель назад мы говорили о том, что эфир может достичь 5000 долларов до конца мая месяца. Сейчас это не кажется чем-то недостижимым. Но на самом деле очень многое зависит от того, как себя будет чувствовать рынок. Будут ли какие-то страшные новости или прочий фат на рынке. Кстати говоря, это вполне может быть. Вспомним только то, что Корея грозилась закрыть абсолютно все криптовалютные биржи в стране, говоря о том, что они незаконны. Если это будет воплощено в жизнь, мы можем увидеть неплохую коррекцию на рынке. Кстати, вчера я выложил видео о том, почему, по моему мнению, эфириум так сильно недооценен и какие факторы могут повлиять на его дальнейший рост. Ссылку я оставлю в описании, рекомендую посмотреть, если ты не видел. Создатель эфириума Виталик Бутерин благодаря росту эфира стал долларовым миллиардером. На его счету лежит 365 тысяч монет эфириума, как написано на этом сайте. Но я нашел его кошелек и, собственно говоря, на нем сейчас лежит куда меньше. 333 тысячи монет эфира. Ну и еще разных токенов по мелочи на 65,5 миллионов долларов. Кстати говоря, оставлю ссылку на его кошелек в описании под видео. Можешь изучить, какие токены есть у самого Виталика Бутерина. Виталик начал работать в криптосфере с 2011 года и уже в 2014 запустил эфир. Сейчас ему 27, а значит он начал свое дело всего лишь в 17 лет. Кроме этого, в 2011 году он работал в журнале Bitcoin Magazine, где за каждую статью ему платили по несколько биткоинов. Если Виталик до сих пор держит эти биткоины, получается, несколько статей в день вышли ему в миллион долларов. Неплохая такая зарплата за один день. Миллион долларов в день. Неплохо. Сейчас почему-то вспоминается микростратегия, которая начала выплачивать премии совету директоров в биткоинах. Похоже, что зарплаты в криптовалюте начинают становиться реальностью, а в скором времени, возможно, будут мейнстримными. Кстати говоря, и я иногда плачу зарплаты в криптовалюте. Ну и закончим анализом, который показывает 5000 долларов за эфириум до конца этого месяца. На это указывает множество индикаторов и ончейн информации. Тем не менее, тогда это было сомнительно, а сегодня это уже очень сильно похоже на правду. Еще раз хочу напомнить, что при цене эфириума в 5000 долларов я ожидаю BNB за 1000 долларов. И это может быть уже к концу этого месяца. Кстати говоря, пока я записывал это видео, Доги Коэн обошел XRP по рыночной капитализации. Сумасшествие просто. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Как всегда, я благодарен каждому, кто посмотрел это видео, поставил ему лайк. Для меня это очень много значит, а каналу помогает расти. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируй, делись видео с друзьями и обязательно богатей. Увидимся завтра. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok